Девушки отдыхают Но еще он когда среди бела дня Захотил по улицам с фонарем И говорил Еще Человек Удивительный рядом Добрый вечер еще раз 20 часов 9 минут В студии у нас Как обычно самое прекрасное время Сейчас будет звучать живая музыка Вы слышите уже какой-то звук такой прекрасный? Самый лучший Настраивается прямо целый Ансамбль, оркестр хочется сказать нам Я хотел дочитать пару-тройку сообщений Которые пришли нам В качестве комментариев К этому рекомендованному Для внеклассного чтения списку литературы Очень бурное обсуждение Возможности включения В школьную программу Пелевина Кирилл пишет нам Читал Пелевина Тяжелая книжка Не нахожу в нем кандидата Для внесения в список литературы Вешние воды Тургенева Вот это вещь для подростка Ему вторит Ольга из Саратова Пишет Начинала читать Пелевина с ОМОН-РА Прочитала Офигела какая чушь И убрала подальше Случайно прочитала Ампир 5 Понравилось Перечитала ОМОН-РА И наконец поняла о чем это Аллилуйя Ольга здорово что В общем наконец вернулись К произведению Пелевин Мне кажется что Безусловно кандидатура На писателя нашего времени Мы долгие годы будем возвращаться К нему Мне кажется и к Владимиру Сорокину Чтобы оценить В 90-е и нулевые годы Чтобы понимать Как Чем жила страна И вообще Какой абсурд здесь творился Ага Пишет нам слушатель А еще в старших классах Можно изучать Чарл Забуковский Ну и несколько смайликов Ну тут есть еще разные Есть еще разные здесь варианты Западной литературы Но это вообще не входило Ни в круг Внимание Минобер Науки Или чего-то Или там Академии образования Так что Так что это Ваши предложения Ваши предложения По поводу Ричарда Баха Чайка по имени Джонатан Ливингстон Или по поводу Над пропастью Варжи Или Чарл Забуковский Это все Сейчас не предмет обсуждения Потому что Обсуждается в первую очередь Список отечественной литературы Очевидно будет еще и Какой-то список Зарубежной литературы Давайте наверное на этом закончим Потому что очень хочется Больше чтобы осталось Времени для наших гостей И мы совершенно естественно Переходим в какой-то мир Русской поэзии В том числе И с удовольствием Хотим вам представить Человека Который Сейчас настраивает гитару Настраивает гитару И мы услышим что-то Из русской поэзии Под музыку Сергей Яковлевич Никитин В нашей студии Добрый вечер Добрый вечер Да И с удовольствием Представляю Или может быть Вы сами представите Ваших прекрасных музыкантов Может быть Диалог нового Нет Я просто хотела сказать Что Михаил Барановский И Игорь Иванушкин У нас в студии Один Один С огромным контрабасом Который вы уже слышали Сергей Яковлевич Это мои друзья Мои партнеры Мы уже последние На лет 5-6 Довольно-таки Плотно взаимодействуем Уже какие-то вещи Наработаны Взаимодействие Взаимопонимание С полуслов С полувзгляда Можно я задам вам вопрос Пока вы настраиваетесь Расскажите о вашей гитаре А давайте особая Хитрая Я играю С 15 лет На семиструнной гитаре Но так вышло Что мне показали Эту гитару С минорным строем Что в общем Довольно-таки редко Обычный строй Семиструнной гитары Ре Си Соль Ре Си Соль Ре А у меня Вторая стона Си бемоль Получается Соль минорная Трезвучая Пятое до Вот И в общем Это другой инструмент Мне показали 5 аккордов Остальные 7884 Я нашел сам Скажите Если бы был другой строй То наверняка Была бы вообще У вас другая музыка Ну вот Говорят Что Нихитинскую гитару Простите меня Легко узнать Может быть потому Что Я Исполняю Те же аккорды Но другие Обращения И поэтому Моя гитара Имеет свое Как бы Звуковое Музыкальное Лицо Ну и еще И манера игры И так далее Скажите А знаете ли вы Кого-нибудь еще Кто пользуется Именно таким инструментом Я знаю Но Эти люди Пошли от меня Ну вот Мой сокурсник И член Квартета Физиков Того еще Образца 64-го года Сергей Смирнов Он учился От меня Есть такой Замечательный Исполнитель Коновалов Сережа Из Волгограда Он 20 лет Играл Наше Семиструнную Гитару Но все-таки Чтобы Точнее Исполнять Мои произведения Он Мой большой Поклонник Он перешел На мою Семиструнную Гитару А вот Когда вы Сталкиваетесь Например С другими Артистами Ну там Я не знаю С Андреем Вадимовичем Макаревичем Например Или там Я не знаю С Гариком Зукачевым Они Завороженно Наблюдают За вашим Звукоизвлечением Или критикуют Вас за то Что у вас Именно такая Гитара И советуют Рекомендуют Все-таки Попытаться На шестиструнной Традиционной Как же можно Притиковать Как-то мы Отмечали Восьмидесяти Пятилетие Петра Ефимовича Тодоровского И там был Гарик Сукачев Вот Он С большим Удивлением И уважением Наблюдал За моей Игрой А потом Я ему Просто что-то Аккомпанировал Потом достали Шеструнную Гитару Это был Уникальный Случай Мы Несколько песен Вместе с Гариком Сыграли А Петр Ефимович На какой играет? На семиструнной Конечно Конечно На семиструнной Он начал играть В молодости Это еще Сороковые годы Уже столько сказано Мне кажется Надо дать Позвучать этой гитаре С чего вы начнете С чего хотите Ну и Еще раз Напоминаю Со мной Михаил Барановский Гитара И Игорь Ивановский Контрабас Что происходит на свете Просто зима Просто зима Полагаете вы Полагаю Полагаю Я ведь и сам Как умею Следы Пролагаю В ваши уснувшие Ранние Порой Дома Что ж за всем этим Будет Будет январь Будет январь Вы считаете Да Я считаю Я ведь давно Эту белую Книгу Читаю Этот с картинками Вью И старинный Букварь Чем же все Это окончится Будет апрель Будет апрель Вы уверены Да Я уверен И я уже Слышал И слух Этот Ною Проверен Будто Бы в роще Сегодня Звенела Сверель Что Жизнь Этого Следует Жить Жить Сарафаны И легкие Платья И стица Вы полагаете Все это Будет Носиться Я полагаю Что все это Следует Жить Следует Жить Ибо Сколько В юге Не кружить Нетом Вечные Капала И Апола Так Разрешите В честь Новогоднего Капала Руку На танец Сударня Вам Предложить Месяц Серебряный Шар Со свечою Внутри И карнавальные Маски По кругу По кругу Вальс Начинается Дайте Вальс 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 Начинается Дайте Сударня Руку Вальс Вальс Начинается Дайте Сударня Руку Вальс 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 Поэтов Кажется Кажется Ли вам Что у влюбленности В поэтов Есть какой-то Предназначенный Возраст Есть поэзия На которую не напишешь Песню в 16 лет Потому что до нее Просто доходишь Только к среднему Возрасту Каких поэтов Вы бы привели В пример По этому принципу Какая поэзия Догнала вас В среднем Возрасте А в какую Вы влюбились В 16 лет Ну вот В среднем Возрасте И далее Я созрел До Арсения Тарковского Я знал его Стихи Его поэзию И конечно и раньше Но вот как-то Рука что ли Не поднималась Я не знаю Или что там Вот А потом Некое соединение Произошло Я вошел В некий Резонанс И целый цикл На стихи Арсения Тарковского Произошел Но здесь вообще Закономерности Нет Сонет Шекспира Номер 90 Я Сочинил Еще в 69 году Еще Аспирантом Я был тогда Или скажем Открыл для себя Давида Самойлова Тоже В тот же Период Ну а Давид Самойлов Зрелый поэт Он был с самого начала Зрелым поэтом И в своей Манере В своем голосе Восходящий Голосу Самого Пушкина Вот так В моем представлении Это так Но вы знаете Я вам приведу Совсем Противоположный Пример Последнее Мое Увлечение Наши Статьяны Увлечение Это Борис Рыжий Поэт Совсем Другого Поколения Он родился В 74 году В городе Свердловске Безмет И к сожалению В 2001 году Добровольно Ушел из жизни Вот такая Трагическая судьба В таком Лермутовском Возрасте И казалось бы Вот Хотя он конечно Следует Традициям Но Уже Язык У него Другой Или язык его Поколения Когда Поколение Бориса Рыжего Закончило Школу Как раз развалился Советский Союз То есть они Жили совсем В другую эпоху Ну принято Называть это Поколение Потерянным И вот Замечательно Что в театре Мастерская Фоменко Идет спектакль Который называется Рыжий И мы с Татьяной Гордимся тем Что это мы Простимулировали Этот спектакль Мы Как бы Внесли Сделали Инъекцию Поэзии Бориса Рыжего В молодую часть Трупы Фоменковцев Вот Ну я сочинил Уже 15 песен Можете что-нибудь Давайте что-нибудь В моем представлении В моем воображении Сложился Некий Проект Как говорится Спектакль В жанре Блюз Оперы И поэтому Должна прозвучать Сакраментальная Фраза Блюз Это когда Хорошему человеку Плохо Один остряк Тут же отреагировал А попса Когда плохому Хорошо Ну вот Все начинается Со следующего Блюза Представьте себе Ночную окраину Свердловска Ночь Звезда Милиционеры Парки Синицын Жаров Лейкин Сорока двух лет На ремне На ремне его На ремне его Макаров Впрочем Это пистолет Вдруг Синицын Стоп Машина Скверик Возле Магазина Солки воды На скамейке Человек Человек Какой-то Спит Иванов Синицын Лейкин Жаров Вор Или бандит Ну-ка посмотри Кто-то там на скамейке Может вор А может бандит Ночь звезда Грядет распата На погонах кровь заката Ха! Пустяк Сказали только Выключая ближний свет Это ж пьяный Рыжий Борька Первый В городе Поезд Здорово! Как-то Совершенно-совершенно Вы другой В этом И хорошо, что мы слышим Такие какие-то Стихи того попросили Да Из этого будет Будешь складываться Какой-то Какой-то целый спектакль Да? В театре Мастерская Фоменко Уже второй Год Или третий Третий сезон Идет этот спектакль То есть он в общем Построен это как раз На песнях На песнях Да Ну там не только мои песни Некоторые из актеров Сами сочинили настолько Были увлечены Еще там Одна песня Андрея Крамаренко Звучит Ну в общем Им удалось Как мне кажется Воспроизвести Мир Поэта Бориса Рыжего Вот ту среду Из которой он Вышел И которую Собственно своим талантом Прославил Я хотел бы вернуться к истории Которая Громко обсуждалась Последнюю неделю И знаю что вас замучили Уже Вопросами этими Я задам только два вопроса Один Вот какой В реакции людей На ваш подступок А я напомню слушателям Что Надо все таки объяснить конечно Потому что не все знают Что да Что Сергей Никитин Тактично отказался участвовать В юбилейном концерте Юрия Башмета По причине Разногласий С ним В точках зрения На закон Димы Яковлева И Собственно В этом В обсуждении Этого поступка Общество Разделилось На тех людей Которые считают Что это правильная И единственно Возможная Форма Декларации Своей собственной Своей собственной Позиции И тех кто Посчитал что Это неправильно Негоже И наверняка Есть Другие способы Не публично От этого Кроме того Это стало поводом К тому что Стали подробно обсуждать Что собственно Сказал Башмета Да Так вот Вопрос у меня вот какой В реакции людей Знакомых ваших Или незнакомых На ваш поступок Обнаружили ли себя Какие-то сюрпризы Которые вас Либо неприятно Либо приятно удивили Нет Сюрпризов Слава Богу Не обнаружил Меня Поддерживают Мои друзья Мои близкие Родственники Вот А Вчера На автоответчике Я получил Звонок Георгия Михайловича Гречко Вы знаете Космонавт Дважды герой Советского Союза И он полностью меня Поддержал В моем поступке И назвал меня Гражданином Отечества Вот Эльдар Рязанов Петр Тодоровский Татьяна Александровна Герт Вдова Герта Меня поддерживают Ну и многие 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 другие Да Юлий Черсанович Ким Александр Городницкий Все их слова Мне конечно были Очень дорого И Дорогие И поддержка их была Дорога Здесь ведь Речь идет Мне кажется Как я думаю Не о политике А о нравственности А о человеческом Вот К сожалению Юрий Абрамович Юра Мы же с ним В приятельских Отношениях Не дал четкого Ответа Четкого своего Отношения К этому Ледовецкому Закону Вместо того Чтобы прямо Ответить Он Занимался Каким-то словесным Слаломом А теперь еще Затейли Мышина Важню Что там кто-то Исказил его слова Он сказал Не то Если он не то Хотел сказать Так скажи Прямо Что ты думаешь Вот Этого мы не видели А вместо этого Мы вчера в эфире Видели Очередные Объяснения В любви Владимира Владимировича Путина Вы имеете ввиду Вчерашний эфир С Познером Сергей Яковлевич Ну вот Во первых наверное Миша Позволь мне сказать Что мы И в этом случае Я просто Не почитал Для себя Просто Возможным Присутствовать На празднике Потому что Если бы я там присутствовал Это означало бы Мою солидарность С такой Расплывчатой Позиции А фактически Если ты обожаешь Человека Который собственно Главный кто подписал Этот закон Значит Ты с этим согласен Вот А я с этим согласен Не могу быть Иначе я не могу Там присутствовать Вот и все Ну Мы Мы сейчас Во-первых Я хотела сказать что Мы Такую же Ясную позицию Высказывали в эфире Относительно этого закона Как и вы Говорите То есть Здесь у нас нет Никаких противоречий И при этом Башмет Сидел вот На этом вашем месте За месяц До Нового года И с ним мы говорили И конечно Задавали ему вопросы О его отношении К сегодняшней ситуации То есть В данном случае Это такое сложное Сейчас мы живем В сложном переплетении Искусства и политики Вот у меня еще был По этому поводу вопрос Но я его задам Через несколько минут На студии Сергей Яковлевич Никитин И его друзья-музыканты Не отключайтесь Пожалуйста К серебряной дождам Мы с вами У нас маленькая память И Может быть То, что вы хотели Обсудить какие-то песни Дальше Это, пожалуйста Ваше распоряжение Следуй за нами Городок А до этого В Москве 20 часов и 30 минут Серебряная дождь О погоде В последний день Морозное в столице При потемлении Пока минус 1 Арбузы Заказ билетов По телефону 7 8 4 7 2 2 Или на сайте Да Точка Сильвер Точка 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 В В половине Четвертого По Позвонить По Понятно То есть Он же занимался Нирвежским Да Ну это страшно Мишанина У нас в студии Сергей Никитин. Мы слушаем музыку и беседуем. Ты закончишь вопрос или мы сначала с песни начнем? Давайте начнем с песни, потом поговорим. Чем хороша классика? Она всегда найдет отклик в любой современности. Вот сонат Шекспира, номер 66 в переводе Маршака. Зову я смерть, мне видеть не втерпешь достоинство, что просит подаянье над простотой глумящуюся ложь. Ничтожество в роскошном одеянии и совершенство ложный приговор. И девственность, поруганную грубо, и неуместной почести позор. И мощь в плену у немощи беззубой. И прямоту, что глупостью словет, и глупость в маске мудреца-пророка, и вдохновение зажатый рот, и праведность на службе у порока. Все мерзостно, что вижу я вокруг, но как тебя покинуть, милый друг? А, сейчас... но как тебя покинуть, милый друг? ай, все немощно. — Спасибо. — Мне кажется, это еще лучше. Это совершенно настоящий, живой такой концерт. Как будто мы сидим где-то на кухне, и наши служители тоже тому свидетели. И еще нас можно видеть. Нас можно видеть на нашем сайте silver.ru. Может быть, еще на секунду, продолжая эту тему, такую политическую, я просто хочу узнать ваше мнение. Мне кажется, что сейчас очень многие люди искусства и вообще, как это называется, деятели культуры, стали очень политизированными. То ли время заставило, то ли такую свою роль. Вы ощущаете, было ли так раньше это чувство и помогает ли это искусству на самом деле? Ну вот, я категорически против называть это политикой и политизированностью. Речь идет о нравственности. Я сейчас не про этот конкретно закон, но согласитесь, что выступления все прошлого года, протестное движение, очень многие люди искусства выражали свою позицию и это было важно. Они не могут молчать, потому что они сталкиваются с ложью. Причем с наглой ложью, с лицемерием. Это все категории нравственные. Они не могут молчать, потому что их держат за быдло, за стадо. Здесь возмущается в них человеческое достоинство. Поэтому это вопрос не политики, а нравственности. Отсюда вытекает совершенно нормальный вывод. Мы в нашем доме большом под названием «Россия» избрали людей сферы обслуживания. Дома права и его, значит, контору. И мы видим, что эти люди в нравственном отношении совершенно не годятся даже для исполнения этих хозяйственных функций. Значит, нужно употребить свои возможности для того, чтобы заменить их на других. Вот и все. Еще короткий только вопрос. Вы верите, что у нас есть много людей лучше? Есть на что менять, и это будет лучше все? Конечно. Или это проблема нашего времени сейчас, что такие люди... Конечно, конечно, в России настолько богата, и в том числе людьми нравственными, честными, трудолюбивыми, что, в общем, здесь я большой проблемы не вижу. Я вижу большую проблему в инерции нашей с вами. Вы не пожалели ни разу о своем поступке с тех пор, как таким образом приняли решение не посещать этот праздник? Вы знаете, когда я принял это решение, мне стало легко, свободно и приятно. Давайте песню еще. Давай, идем. Ну, возвращаемся к поэзии Бориса Рыжего. Городок, что я выдумал. Городок, что я выдумал и заселил человеками. Городок, над которым я лично пустил облака. Барахлит городок, ибо жил руководствуясь некими соображениями, якобы жизнь коротка. Барахлит городок, ибо жил руководствуясь некими соображениями, якобы жизнь коротка. Барахлит городок, ибо жил руководствуясь некими соображениями, якобы жизнь коротка. Вырубается музыка, как музыкант не старается. Фонари не горят, как не кроет их матом электрик. Барахлит городок, на глазах перед зеркалом стоя, дурнеет красавица. Барахлит городок, барахлит городок. Барахлит городок, виноват господа, не учел, но она продолжается. К сон к чертям полетела, а что называется мной, То идет по осенней аллее, а ветер свистит, надрывается, И клубится листва за моею спиной. Городок, что я выдумал и заселил человеками, Городок, над которым я лично пустил облака. Барахлит городок, барахлит городок, барахлит. Замечательная, замечательная такая остроумная вещь. А я, знаете, что хотела вас еще спросить. Вот я лично обожал совершенно в детстве, Вот мы на такие серьезные темы все говорим, Может быть, мне хочется о другом спросить. Обожала в детстве такую вы сделали легендарную пластинку «Али Баба и 40 разбойников». Да, было дело. И это просто, вот мне кажется, что я не видела, Чтобы сейчас такого рода вещи вообще выходили. А тогда это были прям серьезные, Вышла Алиса Высоцкого, Вы были бременские музыканты, Вышел вот этот ваш диск, Который я просто сейчас с любого места могу подпевать ему. Все началось с Вениамина Смехова. Он пригласил композитора с двойной фамилией Виктора Берковского Сергея Никитина. Я помню, был год просто сплошного кайфа, Пока мы сочиняли вот эту «Али Бабу». Вы сейчас что-нибудь такое делаете или собираетесь? И думаете о чем-нибудь таком? Ну, для детей мы, конечно, что-то все время придумываем. И вот на Воробьевых горах 22, 23 года сейчас будет, Вот как идут Никитинские встречи для детей и родителей. Это такая площадка экспериментальная. Там все время проклевываются талантливые дети. Ну, и вот для этой площадки я что-то все время сочиняю. Ну, например, на стихи Тима Собакина. Вот я думаю о том, чтобы спектакль сделать на его стихе. Это замечательный поэт. Или вот на стихи Ренаты Мухи. Этих поэтов дети знают хорошо. Дедушки, бабушки и родители. Вот. Ну, вот хотелось бы что-то сделать. У нас очень много сообщений, которые... Люди с ваших гастролей, которые были на концертах, передают привет из разных городов. Из Челябинска, из Сургута. Спасибо вам огромное за Сергея Никитина. Настоящее чудо. Мы сидим на кухне, слушаем вместе с детем и млеем. Пишут. Так что давайте, может быть, я еще попрошу вас согреть песню. Ну, вот еще один блюз на стихи Рыжего. Отмотай-ка жизнь мою назад И еще назад Вот иду я пьяный через сад Осень, листопад Вот иду я, девушка с веслом слева А с ядром справа Время встало и стоит А листва летит Вот иду я, девушка с веслом слева А с ядром справа Время встало и стоит А листва летит Все аттракционы на замке Никого вокруг Только слышен где-то вдалеке Репродуктор, друг Что поет он, черт его поймет Что и пел всегда Что любовь пройдет И жизнь пройдет Пролетят года Пролетят года Play blue Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я сюда глубоким стариком Некогда вернусь Погляжу на небо А потом по листве пройдусь Что любовь пройдет Что любовь пройдет И жизнь пройдет Я лопат пою Не о ком не вспомню Старый черт Бездны на краю Отмотай-ка жизнь Мою назад И еще назад Вот иду я пьяный Через сад Осень Осень Листопад Это дождь Серебряный Все идеально уложились просто Скажите мне точно название Первая песня называется «Зима» Да? Нет Вторая называется «Блюз» Это рыжий Да? Блюз был А не «Сонет» Нет, «Сонет» был третьим А «Сонет» потом 66 «Ночь звезда» Блюз Ночь звезда По первой структуре Он отцепил Сонет 6 А? Три А давай здесь Гвозь, да? Да, конечно Запишем, конечно Мы хотели закрыться большим Ну сейчас две песни еще у нас А можем мы еще одну небольшую трехминутную песню сыграть? Только на Москву, но это тоже большая аудитория Да, пожалуйста Давайте сейчас мы тогда трехминутную песню сыграем И потом финальную Финальную четырехминутную над домами В этом доме В этом доме Я последний вопрос вам задам Где вас можно увидеть в ближайшее время Где посмотреть на сцене Или концерты какие-то Вы можете Что? Обозначить Просто с точки зрения того, чтобы больше людей услышать Завис Ликонский Надо откашелаться Выступает Билеты, да Билеты, да Кстати Все Давайте В семидесятые годы Владимир Набоков Играл в теннис С Шамилем Торпищевым Удивительное рядом Реклама на серебряном дожде 643-101 Сергей Никитин у нас в студии Пожалуйста Давайте спеть песню сейчас Хорошо Кишиневский поэт Игорь Доминич У меня получилась пока что Одна песня на его стихи В этом доме по утрам играет музыка Только я ее не слышу, так как вечно там То составы за окном грохочут грузами То о чем-то за стеною плачет женщина То соседи наверху гуляют истого То я сам в сердцах кота пинаю музыка В этом доме по утрам играет чистая Еле слышная и неземная музыка В этом доме по утрам играет нотами То ли ветер, то ли белый цвет черешневый Я не слышу, поезда гудят под окнами И о чем-то за стеною плачет женщина Пусть соседи наверху утихли вроде бы Да и мурзик под столом сидит морлыкая В этом доме по утрам звучит мелодия Еле слышная, нездешняя, великая В этом доме по утрам по чутким клавишам Кто-то просто проведет рукой божественной Я не слышу их пока еще Но кажется, за стеною перестала плакать женщина И уснула слась, наплакавшись И в сумерках предрассветных тепловоз вздохнул Участливо В этом доме по утрам играет музыка В этом доме все когда-то будут счастливы Перестала плакать женщина И уснула слась, наплакавшись И в сумерках предрассветных тепловоз вздохнул Участливо В этом доме по утрам играет музыка В этом доме все когда-то будут счастливы Перестала плакать женщина Мишанина Заканчивается у нас время эфира Я бы предпочел сразу с песней начать Чтобы не дай бог ее не оборвать А потом мы представим музыкантов Если успеем И вот эти вопросы Давайте Ну вот заключительный блюз На стихи Бориса Рыжего Заканчивается у нас время эфира Над домами 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 Голубые висят облака Вот они И останутся с нами На века На века На века Только пар Только белое в сиен Над громадами каменных плит Никогда Никогда мы не сгинем Мы прочней и нежней Чем гранит Пусть разрушатся наши скорлупы Геометрия жизни земной Оглянись Поцелуй меня в губы Дай мне руку Останься со мной А когда мы друг друга покинем Ты на крыльях своих унеси Только пар Только белое в сиен Голубое и белое в сиен Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ты на крыльях своих унеси Только пар Только белое в сиен Голубое и белое в сиен Сергей Никитин Сергей Никитин Михаил Барановский Игорь Иванушкин Спасибо большое Что были у нас в студии Спасибо вам Спасибо Спасибо У нас автоматически запускается оббивка в начале часа С которой мы ничего не можем сделать Мы вас зарезали То есть мы зарезали В принципе на проигрыш можно было уйти Но мы когда будем делать Мы выкладывать же будем это всех Мы просто смакшируем ход на проигрыш В конце проигрыша Перед последним переговором Спасибо вам огромное Спасибо большое Спасибо вам Мама мне пишет из Екатеринбурга Моя мама Что я иду маршрутом Бориса Верлова Потому что она же знает О какой девушке с веслом И девушке с ведромом Говорит это прямо от проспекта Ленина к космосу Так вы же Свердловский человек